У самурая нет цели, только путь. Самураи были одними из самых опасных воинов, которых когда-либо знал мир. Яростно преданные своим сюзеренам, они скорее покончат с собой, чем столкнуться с бесчестием. Эти люди были хорошо обучены, закаленными в боях солдатами, которые были готовы сражаться насмерть. По крайней мере, так было в период Сен-Гоку. В конце периода Эдо многие из них стали менее милитаристскими и более бюрократическими, но они все еще были могущественным и грозным социальным классом. Так какая же сила могла победить этих аристократических воинов, которые правили Японией более 700 лет? Упадок и падение самураев происходили медленно. Это был результат многих небольших шагов, которые превратили феодальную Японию в более современную страну. Постепенная модернизация и такие крупные события, как Сатсумское восстание и установление Японии эпохи Мэйдзи, в конечном счете ознаменовали последние дни культуры воинов и конец самурайского образа жизни. Сегодня поговорим о том, куда делись самураи. Перед началом не забудьте подписаться на канал Телеграм и группу ВКонтакте. Поддержать канал рублем можно по ссылке в описании. Итак, это история по черному. Поехали. В течение 19 века многие самураи среднего и низшего класса становились все более недовольными структурой японского общества. На тот момент самураи были правящим классом в Японии. Определяющей характеристикой этого класса было то, что они были кадровыми военными, хотя по должности выполняли множество обычных задач. От бюрократической работы до иногда даже ведения сельского хозяйства. Клан Токугава был главным и они правили из Эдо, современной Токио, как сегунат Токугава. Правивший с 1603 года, сегун был главой семьи Токугава, занимавший должность верховного военного правителя. Указы передавались от сегуна местным даймю, главам кланов, которые управляли своими территориями как губернаторы. Отдельным самураям выплачивали стипендии, определяемые военной иерархией. Статус определялся наследовательностью и рангом, и существовала огромная разница как в богатстве, так и в статусе между самураями высшего класса и самураями низшего. Самураям среднего класса все больше не хватало восходящей социальной мобильности. И несмотря на то, что самураи низшего класса действительно обладали некоторой вариативностью в так называемом карьерном росте, они все же не могли поддерживать этот рост из поколения в поколение. Когда коммодор Мэтью Перри приплыл в залив Эдо в 1853 году, это положило начало серии событий, которые навсегда изменили Японию. Перри в сопровождении хорошо вооруженного флота был послан президентом Миллардом Филмором для открытия торговли между Японией и Соединенными Штатами. В то время как миссия Перри была теоретически мирной, угроза военной морской силы со стороны Штатов все же была. В Японии возник раскол между теми, кто хотел сохранить изоляционизм, и теми, кто хотел приветствовать иностранцев. В то время Сигунат Токугава находился у власти с 1603 года. Император все еще существовал, но в основном только как номинальный глава. Сегун Токугава и Емоти в конечном счете принял решение в пользу открытия портов, но император Камэй возразил против договора. Сигунат проигнорировал пожелания императора и все равно открыл порты. Затем, в 1863 году, император Камэй порвал с традиции подчинения Сегуну, издав приказ изгнать варваров. Игнорирование пожеланий императора относительно изоляционизма само по себе никак не повлияло на правление Сигуната Токугава, но это вызвало гнев многих самураев, особенно в клане Тесю. Клан располагался на юго-западе окраины Хансю, который находился далеко от Сигуната Ведо. В клане Тесю власть перешла к самураям, которые были недовольны Сигунатам и стремились покончить с ними. Они были настроены против иностранцев и, следовательно, выступали за императора. В клане стали формироваться военные подразделения с целью изгнать иностранных захватчиков. Солдаты набирались из низов самурайского сословия, и это ослабляло традиционную самурайскую иерархию внутри клана. Недовольство клана достигло апогея в 1864 году. Дополнение к борьбе с иностранцами в попытке изгнать варваров Тесю подняли восстание у ворот Хамагури. Самураи из клана попытались захватить Киото, резиденцию императора, и восстановить политическую власть самого императора. Но были отбиты силами Сигуната. В отместку за нападение Сигунат стал собирать войска против Тесю. Клан Сатсума в конечном счете объединился с Тесю против Сигуната. Император и сам поддерживал оба клана, но в отличие от Тесю в клане Сатсума проходили менее радикальные меры. Резидателлоэлистское движение в клане Сатсума превратилось в попытку восстановить власть императора политическими средствами. К 1866 году лаэлистские элементы получили контроль над кланом Сатсума, и они присоединились к Тесю в союзе против Сигуната. В том же году два клана объединились, чтобы разгромить вторую экспедицию Сегуна против Тесю. Это привело к значительной потере авторитета Сигуната. Однако вскоре после этого умерли и император Камэй, и Сеган Токугава, и Емоти. Их сменили император Мэйдзи, и Сеган Токугава, и Синобу. В 1867 году Сеган Токугава Есинобу официально подал в отставку, фактически передав власть императору. Это действие было частью усилий по удержанию клана Токугава на важном посту в новом правительстве. Затем, 3 января 1868 года в Киото произошел государственный переворот, и император был восстановлен в качестве верховной власти в Японии в результате события, названного «Реставрацией Мэйдзи». Во время этого переходного периода правительство Мэйдзи продолжало сотрудничать с правительством Токугавы. Это расстроило сторонников радикальных действий в кланах Тёссю и Сацума, которые до этого убедили ассамблею Мэйдзи отменить титул Сёгуна и прибрать землю Йосинобу. Клятва из пяти статей была уставным документом реставрации Мэйдзи 1868 года. Этот краткий документ ознаменовал решительный поворот в имперской политике, в первую очередь свидетельствующий об открытости международного сообщества. Это важно, учитывая, что одним из начальных пунктов разделения между императором и Сегунатом было сопротивление императора иностранному влиянию. В документе также подчеркивалось, что простым людям не в меньшей степени, чем гражданским и военным чиновникам, должно быть позволено заниматься своим собственным призванием, чтобы все были довольны. Другими словами, стены между социальными классами рушились. Война Боссин велась между двумя самурайскими группировками. Бывший Сёган Токугава Йосинобу был возмущен тем, что его и его клан исключили из нового правительства Мэйдзи, и по сути решил отказаться от своего отречения. Это привело к конфронтации между имперскими силами Мэйдзи, включая Сацума и Тёсю, и силами, лояльными Сегунату. Война началась 3 января 1868 года с государственного переворота в Киото. Йосинобу отступил на юг в Осаку. Затем 27 января войска Сегуната выступили навстречу имперскому союзу Сацума и Тёсю у южного въезда в Киото. Силы Сегуната были частично обучены французскими военными советниками и превосходили численностью императорские войска в три раза. Несмотря на это, имперские войска были хорошо оснащены современным вооружением, включая гаубицы Армстронга, винтовки Минье и несколько пулеметов Гатлинга. После целого дня безрезультатных боев силами Сацума и Тёсю был присвоен имперский флаг, который давал воинам официальный статус имперской армии. И это привело к дезертирству других видных кланов. Деморализованный Йосинобу бежал из Осаки в Эдо, и войска Сегуната отступили. Теперь, когда имперские войска получили преимущество, они смогли захватить Эдо. В этот момент Йосинобу был помещен под домашний арест. Северный Альянс продолжал сражаться во имя Сегуната, но в конечном итоге потерпел поражение в финальной битве при Хакадате на Хоккайдо. Конец Сегуната также ознаменовал конец феодализма в Японии и масштабную реконструктуризацию правительства. Во время реставрации Мэйдзи император перенял ряд западных концепций, таких как конституционное право. К концу войны Боссин предпринимались усилия по полной ликвидации кастовой системы, которая существовала с XII века, и замене ее централизованным имперским правительством. К концу войны Боссин императорский совет в основном состоял из самураев из клана Сацума и Тёссё с некоторым представительством других выдающихся кланов. К 1869 году Даймио был отстранен от власти, а к 1871 бывшие владения были превращены в префектуры. Отмена владений была делом не из легких, и этот план требовал поддержки многих выдающихся самураев. Тем не менее, этот шаг вызвал некоторые трения между новым имперским правительством и некоторыми представителями класса самураев. По мере того, как император объявил все классы равными, и по мере того, как класс самураев систематически лишался привилегий и статуса, напряженность в стране усиливалась. Правительство Мэйдзи фактически положило конец монополии самураев на военную службу. До этого момента армии самураев были вполне лояльны к своим местным Даймио. С упразднением Даймио и их территории необходимо было сформировать национальную имперскую армию. И это произошло в 1872 году, когда правительство Мэйдзи ввело всеобщую воинскую повинность, каждый мужчина, самурай он или нет, должен был отслужить три года в армии. Но это подрывало саму цель существования класса самураев. Многие из самураев, которые помогли свергнуть Сигунат и восстановить императора, теперь находились под угрозой. Существовало несколько указов, направленных против класса самураев, но указ Хайто Рэй был особенно болезненным. После того, как он был принят в 1876 году, самураям было запрещено носить мечи. Меч был определяющим символом самурая. В 1588 году Сеган Таятоми Хидеоси издал Катанагари указ под названием «Охота за мечами», который запрещал ношение мечей всем, кроме самураев. Потеря оружия возмутила многих самураев, и некоторые использовали свои теперь незаконные мечи, чтобы поднять вооруженное восстание. Клан Сацума сыграл важную роль в свержении Сигуната и восстановлении императорской власти. Но быстрый распад их образа жизни, казалось, изменил их мнение о новом правительстве. В 1877 году самураи были готовы к бою. На острове Кюсю небольшая группа мятежных самураев по главе с Сайго Такамори осадила замок Кунамото. Они были вынуждены отступить, когда прибыла императорская армия, и, потерпев несколько незначительных поражений, были окружены на горе Энадаки. Им удалось бежать обратно в свою крепость Кагасиме, но их силы сократились с 3000 до 400 человек. Теперь эти самураи противостояли имперской армии численностью более 30 тысяч человек. Заняв холм Широямы за пределами Кагасимы, самураи приготовились к своему последнему сражению. Они были окружены императорской армией во главе с генералом Ямаготой Аритома, который приказал своим войскам рыть траншеи, чтобы не дать повстанцам снова сбежать. В 3 часа утра 23 сентября имперские войска атаковали с помощью артиллерии, поддерживаемой военными кораблями из близлежащей гавани. Мятежные самураи, вооруженные традиционным оружием, таким как мечи и копья, вступили в бой с вооруженными имперскими войсками. К 6 утра осталось всего 40 повстанцев. Сайго был тяжело ранен. Его друг помог ему добраться до тихого места, где тот совершил сипуку. Затем оставшиеся самураи предприняли последнюю самоубийственную атаку и были уничтожены пушками гатлинга. История Сайго Такамори иллюстрирует сложную природу событий, которые привели к гибели самурая. Он начал свою карьеру в качестве посланника клана Сацума, где провел несколько лет в Эда работая с Сегунатом. После чистки, которая устранила тех, кто выступал против политики Сегуна, которая в том числе могла настигнуть и Сайго, он сбежал из Эду. Он был сослан на острова Ами-Осима, где провел 3 года, женился и стал отцом двоих детей. К сожалению, его жена была простолюдинкой, поэтому его семье пришлось остаться, когда Сайго был призван для дальнейшего служения клану Сацума. Сайго возглавил первую экспедицию сил Сегуна против Тесю. Позже, когда Сацума вступил в союз с Тесю, Сайго сыграл определенную роль в восстановлении императора, которого он твердо поддерживал. К сожалению, его решение попытаться остановить восстание против Сегуна, которое он считал неосмотрительным, было неверно истолковано, и его обвинили в государственной измене. Позже он был помилован и участвовал в реставрации Мэй-Дзи, став советником императора. После того, как новое правительство начало принимать законы, направленные против самураев, Сайго почувствовал, что новое правительство придает принципы, на которых оно было основано. Вестернизация и повышенная открытость для иностранцев резко контрастировались с движением «Почитай императора и сгоняй варваров», которое положило начало революции. Несмотря на то, что он сотрудничал с решениями об отмене даймо и введении воинской повинности, Сайго не смог перебороть себя после указа Хайто Рэй о запрете мечей. Он возглавил восстание в Сацуме и храбро погиб, став при этом известным как последний настоящий самурай. Вот так умер последний самурай. Был ли это прогресс или же бзики императора? Трудно сказать. Но кажется, что сейчас в Японии все хорошо. А самураи крепко влились в их культуру в качестве ассоциативного ряда. По традиции, для тех, кто досмотрел до конца, давайте напишем в комментариях «Мой меч с тобой, последний самурай». Отдадим дань великому воину. Ну а на сегодня у меня все. Подписывайтесь, не забывайте оценивать ролик лайком. А это был Олег Черный. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok